О лагере Купай Абай, разбитое оппозиционными активистами возле памятника казахскому поэту Абаю Кунанбаеву на Чистых прудах в Москве, будет ликвидирован. Такое решение было принято сегодня в Басманном суде российской столицы после обращения недовольных соседством лагеря жителей окрестных домов. По словам истцов, оппозиционеры якобы гадят и хулиганят в районе. Как восприняли решение властей на Купай Абай, что происходит на восьмой день в российском оппозиционном лагере с такими приятными для каждого казахстанца именем, названием Купай Абай, смотрите в следующем материале. Но мы не должны разводиться до тех пор, пока ОМОН нас не выгонит. Мегафоны запрещены, потому за активистом лагеря Акупай Абай Константином хором вторят участники протеста, чтобы слышали все. Про решение о разгоне лагеря узнали только что, теперь голосуют. А еще полчаса назад Костя ответственно выполнял свои обязанности по лагерю. 100 рублей это опрошу в томном, а вот это бесплатно. Сегодня раздает газеты. На Акупай Абай набегами пару раз даже ночевал. Придерживается левых взглядов и доступно объясняет, зачем и почему здесь уже как седьмой день. Мы все пришедшие здесь недовольны действующим режимом. И нам надоело просто сидеть на кухне где-то и обсуждать, как же все плохо, мы хотим изменить ситуацию. Мы недовольны действующим режимом и понимаем, что в одиночку изменить его никак нельзя. У его ног ящик для сбора средств, помощь рабочим жена Азена. Как он тут оказался, Константин тут же пояснил. В лагере многие знают о жена Азене и поддерживают рабочих. Назарбаев через полгода, вот эти забастовки, ответил огнем по рабочим. Вы знаете, на день города устроил провокацию и расстрелял рабочих. И мы, как одна вот эта международная граница, мы в этом всем участвуем. Мы призываем людей к солидарности, потому что казахстанский рабочий тоже рабочий. И мы только вместе обвинить сможем с этими Бонапартами, Назарбаевым и Пучином, как-то с ними бороться. Пока они борются с режимом, режим постановил. Лагерю тут не место. Депутат Лев Пономарев приехал с плохим известием. Басманный суд рассмотрел жалобы недовольных жителей Чистых прудов и вынес свой вердикт. Решение, конечно, не правовое. Построено на большевых показателях, большевых людей, которых организовал депутат Единой России в Мосгордуме Тирил Шитов вчера. Но это было абсолютно ожидаемое решение. И я считаю, что в этой ситуации не надо вставляться под полицию, надо спокойно перейти на другое место. Слава Богу, у Москвы большое количество скверов. Пока на Окупай-Абай решают, что делать дальше и какое место выбрать, к лагерю пришли жители. Не то, что этого района, а соседнего с лагерем дома. Они слышали про недовольных, говорят это несколько человек. Но основная масса людей солидарна с теми, кто за Окупай-Абай. Наш бульвар все эти годы был прибежищем совершенно маргинальных личностей. Начиная от ботов, пенчуг, каркоманов. И никогда он таким чистым, дружественным, темным, приятным, по духу и молодым, по энергетике не был. Вот мы сегодня посоветовались с жителями, которые солидарны. Вот этот отрывок из стихотворения Кунанбаева мы написали в качестве эпиграфа лагерю Окупай-Абай. От солидарных с ними жителей чистых прудов. Вот только теперь на Окупай-Абай возможно все закончится. Но за эту неделю мирный протест показал, на что способен. Четкая самоорганизация, своя газета Окупай-Абай, кухня, свои дружинники, свой устав и повсюду имя Абая. Протестующих теперь даже называют Абайцы. Тут каждый может процитировать пару-тройку мыслей казахского философа. И сегодня в интернете распространяют очередное изречение. Угоняйте на новое место Табун. Не беда, если вам не придется поспать. Абона не просила. Не хватит и сейчас. Не хватит и сейчас. Евдокия Кончарова, КПлюс, Москва.